Продолжение следует... 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 И редкие молекулярные нарушения, которые можно определять на фоне проведения первой линии терапии. Чаще всего это целесообразно, когда предыдущих не выявлено. Искать редкие активирующие мутации я имею в виду. Поэтому на фоне химиотерапии, химио-иммунотерапии или химиотаргетной терапии, если мы говорим про терапию с биоцезуманом. Важно сказать, что поиск активирующих мутаций, это довольно история на настоящий момент должна быть проактивна. Конечно, мы предполагаем, что мутации с большей вероятностью будут у молодых пациентов, у никогда не куривших пациентов. Но это не снимает необходимость проводить аналогичное тестирование для больных, которые курили, у которых получилась аденокарцинома легкая. Так или иначе, определение оптимального объема ИГФР, АЛК, РОС-1, ГИБИРАФ требуется всем пациентам с аденокарциномой легкого. Проведение дополнительного исследования, рекомендованным методом которого является сегвенирование следующего поколения, показано пациентам молодым, никогда не курившим, и в первую очередь молодым пациентам. Почему? Потому что механизм канцерогенеза, который характерен для опухоли легкого, связанный с ингаляцией различных карциногенов, будь то смола табачного дыма, никотин или внешние какие-то факторы загрязнения, требует довольно длительного периода для того, чтобы превратить нормальный эпителий в опухолю. Поэтому у пациентов молодого возраста просто этот критический срок не достигнет. Поэтому в текущих рекомендациях было предложено проводить секвенирование следующего поколения молодым пациентам до 35 лет, у которых не выявлено активирующих мутации наиболее распространенных. Это очень важный момент, который, к сожалению, мы можем реализовать пока не во всех регионах нашей страны, но тем не менее, наверное, это путь к тому, чтобы интегрировать секвенирование следующего поколения в клиническую практику и применять его значительно шире, чем мы это делаем. Выявление активирующих мутаций имеет принципиальное значение, потому что в зависимости от того, какое лечение пациенты получают, существенно изменяется их продолжительность жизни. Речь идет про таргетную терапию, наиболее оптимальный вариант, но не только. Потому что пациенты с активирующими мутациями, с редкими активирующими мутациями, такими как транслокации ред, 1%, транслокации инсеркции в HER2, инсеркции в 20-м зоне IGFR, ну и прочие, они не нуждаются чаще всего в проведении иммунотерапии, потому что у них она будет малоэффективна. Проведение иммунотерапии этим пациентам является определенной степенью трата ресурса, раз, и, к сожалению, подвергает пациенту риску дополнительной токсичности. Поэтому, возвращаясь к клиническим рекомендациям, на настоящий момент аденокарцинома легкого, независимо от статуса курения, должны быть определены 4 частых молекулярных нарушений, это оптимальный объем, и затем на фоне проведения первой линии, если они не выявлены, должен производиться переход к определению более редких молекулярных нарушений. У молодых пациентов целесообразно это делать методом секвенирования следующего поколения для появления наиболее широкого спектра и определения, и сохранения материала для последующих исследований. Следующими существенными изменениями, которые были внесены в клинические рекомендации, являются изменения тактики адевантной терапии. Это принципиально важно, потому что адевантная терапия является одним из тех немногих клинических ситуаций, когда проведение лекарственной терапии позволяет сохранить жизнь, позволяет излечить часть пациентов, у которых произошел бы рецидив заболевания. Рак легкого относится к агрессивным видеопухолей, для которых длительность предклинического этапа не настолько высока, чтобы мы могли эффективно применять программы скрининга опухолей легкого. То есть они работают только у пациентов с довольно высоким риском возникновения злокачественных опухолей, с большим анамнезом курения. У всех остальных пока таких эффективных методов нет. Тем не менее, около 30-40% пациентов появляются на операбельных стадиях. Это те ситуации, когда проведение операции приводит к излечению части пациентов. К сожалению, в отличие от рака молочной железы и колоректального рака, где само по себе хирургическое лечение позволяет вылечить 60-70% пациентов, при опухолях легкого эти показатели значительно хуже. Связано это, по-видимому, с активным кровоснабжением органов и ранним распространением клеток за пределы органа, то есть ранним метастазированием, но метастазированием не макроскопическим, а микроскопическим. Поэтому с самого начала было понятно, что кроме хирургического лечения должны быть и другие этапы комбинированного подхода для получения оптимального результата у таких пациентов. И такой подход был найден, это долгое время являлось химиотерапией. На настоящий момент стандартным подходом является проведение лекарственной терапии в течение четырех циклов на основе препаратов платины, начиная в течение восьми недель после выполнения хирургического лечения. Это то, что уже на протяжении многих лет сохраняется и переходит из рекомендации в рекомендации. Вопрос о том, кто из пациентов нуждается в проведении лечения, оказался не таким простым, потому что, к сожалению, преимущество, которое достигается в проведении четырех циклов, минимально от 5 до 15%. И для того, чтобы показать достоверность этих различий, потребовался мета-анализ многих исследований, в рамках которых и было показано, что для больных со второй А, теряя третьей А стадии, которым было проведено хирургическое лечение, проведение четырех циклов платино-содержащей химиотерапии позволяет увеличить результаты безрецидивной выживания, то есть помочь части пациентов излечиться. Вопрос по поводу более ранней первой А стадии, он на настоящий момент не до конца определён, связано это с пограничным влиянием на безрецидивную выживание для этих пациентов. И есть небольшая группа больных, которая выигрывает, это пациенты с высоким риском, но это уже дополнительное обсуждение, которое должно проводиться, в том числе, с пациентом. Были проведены исследования нескольких вариантов лечения, больше всего доказательной базы для режимов, которые содержатся из плотин и на вебин, но были исследования и для карбоплотина с парклитоцелом, одно из последних для пиметрикседа с карбоплотином, для вебина с карбоплотином. В общем-то, они все дают похожие результаты, поэтому мы выбирать один из режимов можем на основании удобства и ожидательной токсичности. Поэтому на настоящий момент приемлемым считается проведение терапии на основе препаратов плотины, приоритет для циклоплотина, больше данных, и второй цитостатик новейшего поколения, пиметриксед, фенеральбин или паклитоксел, или дотистоксел. В совместности из этих режимов необходимо выбирать для того, чтобы проводить адематную терапию. Лечение проводится до четырех циклов, дальше пациенты наблюдаются. Такова была парадигма до недавнего времени, и много было усилий направлено на то, чтобы доказать, что таргетная терапия может повлиять на отдельных пациентов с активирующими мутациями. Тем не менее, это долгое время не проводилось, до тех пор, пока не было интегрировано осиммертиниф в адематное лечение. Оказалось, что для небольшой группы больных, у которых есть активирующие мутации, применение осиммертинифа в течение трех лет после выполнения хирургического лечения позволяет значимо увеличивать время до безрецидивного выживаемости, это принципиально важно, и влияет также на общую выживаемость. Это уже одни из последних данных, которые постепенно обновляются, и все идет к тому, что группа осиммертинифа может получить преимущество с точки зрения общей продолжительности жизни. Поэтому на этапе выполнения хирургического лечения важно проводить тестирование на наличие молекулярных нарушений GFR, и в больных, у которых выявлено это молекулярное нарушение, требуется проводить дополнительное лечение осиммертинифом. Вопрос о том, можно ли проводить это лечение, нужно ли проводить это лечение после четырех циклов химиотерапии, платиносодержащей, или его можно проводить вместо этого лечения, он на настоящий момент открыт. Тем не менее, как показано в исследовании, принципиальных различий между двумя этими подходами нет. Другое новое исследование, которое было инкорпорировано в клинические рекомендации, связано с лечением пациентов с экспрессией ПДЛ. Иммунотерапия, ингибиторы контрольных точек, отезолизумаб, точно так же были интегрированы в лечение этих пациентов, и в рамках большого исследования Empower 010 довольно сложный дизайн, много целей. Было показано, что для больных с высоким уровнем экспрессии ПДЛ применение отезолизумаба после окончания адювантного этапа цитостатической терапии может привести к увеличению общей продолжительности жизни и повлиять на безрецидивную выживание. На основании этого рекомендация была инкорпорирована в наши клинические рекомендации потенциально больным с высоким уровнем экспрессии ПДЛ. После окончания химиотерапии мы можем проводить адювантную иммунотерапию в течение года для снижения риска рецидива и увеличения общей продолжительности жизни. Пока это, скажем так, первый шаг к тому, чтобы инкорпорировать в переоперационное лечение иммунотерапию, и эта рекомендация не на первом месте, а на среди прочих, потому что, например, похожее исследование с пембролизмабом не привело к аналогичным результатам. И это, безусловно, является принципиальным вопросом, который будет обсуждаться в дальнейшем и в следующих обновлениях рекомендаций. В последних рекомендациях была изменена тактика неодевантной терапии. Это произошло на основании исследований Чекмейл-816, в рамках которого было показано, что добавление к предоперационной химии иммунотерапии всего нескольких введений ингибитора контрольных точек неволомаба позволяет существенно увеличить частоту полных патоморфологических регрессов и, что, в свою очередь, по-видимому, влияет на снижение риска рецидива и фактически увеличение общей продолжительности жизни. Это принципиальное изменение тактики, вероятнее всего, позволит нам в будущем существенно изменить прогноз больных, которым было проведено локальное лечение. В настоящий момент основания для того, чтобы в это верить, достаточно, есть и другое исследование, на ДИМ-2, в котором показано похожее влияние иммунотерапии. Есть уже долгосрочное наблюдение за пациентами в исследовании на ДИМ-1, где довольно много пациентов получали лечение, и ни у одного из тех, которые достигли полного патоморфологического регресса, никаких проблем с рецидивом заболевания не было. Поэтому на настоящий момент в рекомендациях оговорена возможность проведения комбинированной химио-мунотерапии пациентам до выполнения хирургического лечения с целью достижения максимального эффекта. Пока группой пациентов, которым это допустимо, являются те пациенты, которым показано проведение неоадивантного лечения. Это группа с поражением Н2, с солитарным характером, которым будет по следующему выполнено хирургическое лечение. Всем остальным больным показано проведение химио-лучевой терапии. В текущих рекомендациях я уже по времени выбился, но я постараюсь в течение пяти минут все, что мне осталось, рассказать. Другим элементом клинических рекомендаций, на которые стоит обратить внимание, является химио-лучевая терапия. Это огромная проблема в нашей стране, которая, тем не менее, все-таки в течение последних лет существенно улучшается. Достигается это в первую очередь усилиями радиологов, которые интегрируют и активируют коллег в регионах к проведению химио-лучевой терапии, к снижению этого уровня боязнь, опасений, кровотечений, которые могут наблюдаться у пациентов с большим распространением опухоли, что характерно для опухоли плоскоклеточной природы. На настоящий момент мы больным с неоперабельным, местно распространенным немококлеточным раком легкого показано проведение химио-лучевой терапии с скорой оценкой эффекта проведенной химио-лучевой терапии в течение двух недель и переходом на максимально быстрое начало терапии, поддерживающей иммунотерапию. Именно такой результат лечения позволяет практически на одну десятую долю улучшить вероятность пятилетней выживаемости из этих пациентов и даже больше, в полтора раза увеличить долю пациентов, которые будут жить в течение пяти лет без прогрессирования заболеваний. Это одна из тех областей, где соблюдение клинических рекомендаций довольно сложно и, если говорить формально. Конечно, возможность применения этого алгоритма в клинической практике, она связана исключительно с опытом, потому что у значимой части пациентов на фоне проведения иммунотерапии возникают пульмониты, которые могут быть связаны с лучевой терапией, могут быть связаны с иммунотерапией. Поэтому это то, что исключительно можно наработать практикой и требует тщательного взаимодействия с радиологами на всех этапах лечения пациента. Так или иначе, в клинических рекомендациях это предполагается, терапию дурголемабом требуется проводить до года, и сейчас есть разные КСГ, некоторые из них позволяют проводить иммунотерапию один раз в четыре недели, что, в общем, довольно удобно и для стационаров, и для пациентов. Отдельный вопрос буквально в двух словах – это проведение локального лечения у больных с угрозой патологических изменений. Это та область, которая недооценивается в нашей стране. У нас есть несколько примеров того, когда проведение локального лечения потом реализовывается в отсутствии симптомов на протяжении длительного времени, на протяжении года вот эта больная жива до сих пор, у нее все хорошо, мы ей провели с самого начала лучевую терапию на кости, дальше она получала иммунотерапию. Другая пациентка совместно с Никитой Евгеньевичем, мы ее лечили, здесь не так все хорошо получилось, но у нее выявили мутацию, и начали лечение без проведения локального лечения на поясничный отдел позвоночника. На седьмой день произошел перелом, компрессия корешков спинного мозга и симптомы на протяжении двух лет терапии, двух лет таргетной терапии. К сожалению, это можно было предотвратить, проведя своевременно вот этот этап локального лечения, о чем необходимо помнить, и это оговорено в клинических рекомендациях. И, безусловно, это та ситуация, в которой взаимодействие с федеральными клиническими центрами наверное было бы приоритетным, потому что далеко не во всех регионах, региональных центрах есть возможность выполнения высокоспециализированных костопластических различных вариантов стереотоксической лучевой терапии, которые в этой ситуации могут сохранить пациентам качество жизни, а, к сожалению, у наших пациентов, которые получают системное лечение, это практически равно длительной продолжительности их выживания. Последний вопрос, который мне хотелось обсудить, буквально в трех словах, это вопрос о том, что же делать с пациентами, у которых выявлено системное заболевание, о котором проведено комплексное обследование, которое должно включать и исследование головного мозга, потому что у 20% пациентов есть бессимптомные очаги, воздействие на которые до начала лечения приведет существенно к изменению риска событий, связанных с очагами в головном мозге. Проведение компьютерной демографии органов грудной клетки, брюшной полости ПЭТ в этой ситуации выполнять необязательно, гистологическая верификация иммуногистохимического подтверждения вида опухоли с последующим исследованием биомаркеров, которые, как я уже говорил, определяют активность таргетной терапии, активирующей мутации, и второе – это определение чувствительности к иммунотерапии. Сейчас пока, к сожалению, у нас маркер такой только один, это PDL-экспрессия, он делается иммуногистохимическим методом. Здесь нужно обратить внимание, что то исследование, которое делает Евгений Науч, оно может позволять лишь оценочно судить о уровне экспрессии, и требует затем подтверждения и уточнения с помощью иммуногистохимического исследования. Об этом необходимо помнить, потому что ориентироваться только на него для определения тактики иммунотерапии мы не можем. Безусловно, нужно знать, что иммунотерапия – это важнейший метод, который позволяет улучшить большинство из показателей. Но пока в том виде, в котором она есть, к сожалению, иммунотерапия не стала той панацеей для наших пациентов, на которую мы очень сильно надеялись. К сожалению, без рецидива заболевания проживают всего меньше одного из десяти пациентов, то есть реже, чем один из десяти. Один из десяти больных чуть больше 13% живут в течение пяти лет. Это, безусловно, больше, чем тех пациентов, которые не получают иммунотерапию, но это пока далеко от тех оптимальных результатов, которые мы хотели. К сожалению, похожие результаты получаются перед двойной иммунотерапией, и, по-видимому, похожие результаты будут и до двойной иммунотерапии с химиотерапией. Поэтому вопрос о том, кому же назначать иммунотерапию, а кому можно назначать с химиотерапии, он, безусловно, остается открытым. И мы теперь знаем, что и даже больные с гиперэкспрессией ПДЛ, они очень сильно различаются между собой. Есть больные с высокой экспрессией, которым можно проводить монотерапию, а есть больные, которые нуждаются в проведении химио-иммунотерапии в связи с гнетом опухолевой нагрузки и симптомами, связанными с опухолем. В этом году были внесены изменения, которые позволили нам говорить о том, что больным с высоким уровнем экспрессии, высокой скоростью роста, наличием симптомов и угрозой давления или прорастания разных органов в качестве первой линии терапии, независимо от уровня экспрессии, может быть инициирована химио-иммунотерапия. Единственная категория пациентов, которым это не рекомендовано в рамках текущих рекомендаций, это больные с пожилого возраста. У них преимущества существенного от использования химио-иммунотерапевтического подхода не получается. Это мой последний слайд. Очень важно помнить о том, что иммунотерапия, безусловно, является важным прорывом, но она на настоящий момент не стала тем методом лечения, ради которого нужно бросать все, который единственный приносит результат. Безусловно, она может работать, но она может работать только у отдельных пациентов. И до начала лечения требуется, конечно, приложить максимальные усилия, чтобы определить тех пациентов, у которых иммунотерапия приведет к длительному эффекту. Это курильщики, это больные с высоким уровнем и ультравысоким уровнем экспрессии ПДЛ, больные без активирующих ментаций. Для этих пациентов, да, результат может быть хороший, и, наверное, они являются цитовой группой. У всех остальных пациентов нужно помнить про химиотерапию, потому что именно она является основополагающим методом лечения, который позволяет достичь улучшения симптомов хотя бы на каком-то этапе. В качестве цитостатической составляющей до настоящего момента стандартным подходом является использование карбоплотина с препаратами третьего поколения, с пиметриксидом, с паклитокселом, реже с дотокселом. Для пациентов с аденокарсономом легкого без угрозы кровотечения мы можем добавлять к этому таргетную терапию биоцезумабом. Лечение практически всегда проводится до четырех циклов. В некоторых ситуациях можно сделать шесть циклов. И затем в случае удобства и в случае возможности стационара можно перейти на поддерживающую терапию пиметриксидом и пиоцезумабом. Большое спасибо, коллеги. Я прошу прощения, что я так перебрал время.